Со всем домашним ремонтом поможет справиться канал Отвертка. Лева ОС. Прошивка, которая преобразит ваш андроид. Интересуетесь ли вы кастоми прошивками андроид? Если да, то сегодняшнее видео предназначено для вас. Речь пойдет об одном из лучших модов. Лева ОС. Разработанным китайскими разработчиками из Левотек и пользующимися довольно большой популярностью. Компания Левотек начала свою историю весной 2011 года. Под своим крылом она объединила команду программистов, работающих над модификацией программного обеспечения для андроид-устройств. Информацию на английском языке, тем более на русском, об их деятельности найти проблематично, но это совершенно не помешало созданной им прошивке Лева ОС успешно распространиться по всей планете. Лева ОС заслужила настолько большое доверие, что в данный момент используется такими ведущими китайскими производителями электроники, как ZTE, Huawei и, разумеется, многими энтузиастами из других регионов. Итак, поехали! Для начала замечу, что все существующие сегодня версии Лева ОС на русском языке являются предметом деятельности независимых девелоперов, которые могут вносить некоторые изменения в конечный вариант операционной системы. Поэтому не все функции, упомянутые нами ниже, могут быть в вашей Лева ОС, или наоборот, могут быть те, которые нами не упоминались. Итак, дизайн. Визуальному оформлению в Лева ОС уделено большое внимание, так что вы определенно получите удовольствие от взаимодействия с этой системой. Прошивка поддерживает большое количество рабочих столов, красивые анимации, виджеты, организацию папок и ярлыков. Вы можете, когда угодно, изменять интерфейс системы с помощью одной из тех, доступных для бесплатного скачивания с интегрированного каталога. В состав по умолчанию в Лева ОС входят только иконки, обои и иногда экран блокировки. Все остальное остается неизменным. Итак, следующая система. Одной из приятных в плане удобства использованы функции в прошивке функциональный экран блокировки с индикацией количества пропущенных звонков и сообщений. Вы можете прямо с экрана открывать панельку с уведомлениями и переключателями, поэтому для включения GPS или Wi-Fi вам не придется даже разблокировать смартфон. В строчке состояния отображается текущая интернет-скорость и количество загруженной информации, что очень удобно для пользователей лимитированных тарифных планов. Программа организуется в специальном меню, отображающееся при свайпе пальцем снизу вверх на любом из рабочих столов. В отличие от многих других модов, где все иконки располагаются непосредственно на рабочих столах, такое меню является более привычным для владельцев гуглофонов. Это еще один плюс Лева ОС. Но главное преимущество этой системы заключается в способе организации работы с двумя сим-картами. Вы можете гибко настраивать правила использования каждой из сим-карт, а при наборе какого-то номера одним движением указывать, какую симку использовать для звонка. Аналогов этой фишки пока нет в других моделях Android. Кстати, фотография звонящего абонента выводится в полный размер экрана. Среди прочих особенностей Лева ОС можно выделить то, что в ней присутствует немало элементов от родного Android. Например, разработчики оставили магазин Google Play совершенно рабочий, так что никакие танцы с бубнами для установки софта, работы голосового поиска и поведения GPS вам совершенно не придется. Все настроено из коробки. Итак, дополнительные функции. Если перечислять все дополнительные функции, которыми нашпигована Лева ОС, придется снимать еще здоровое-здоровое видео. Поэтому коротко отметим, только самое главное. Батарея. Батарея. Специальное программное обеспечение для увеличения срока службы аккумулятора. Предусматривает использование режима энергосбережения согласно установленному вами расписанию. Центр безопасности. В Вандин интерфейс разработчики уместили все, что касается безопасности вашего устройства и конфиденциальности ваших данных, хранимых в его памяти. Это и антивирус, и перехватчик нежелательных смс-сообщений и звонков, и управление автозагрузкой и правами приложений. А еще менеджер оповещений, позволяющий запрещать некоторым приложениям показывать какую-либо информацию в строке статуса. Следующее. Очистка памяти. Позволяет удалять мешающие работе системы файлы из оперативной памяти устройства и из карты памяти. Первое особенно полезно, когда отказываются запускаться тяжелые программы. Следующее. Музыкальный проигрыватель. В левый ОС встроен очень функциональный плеер, умеющий подгружать обложки и тексты песен, поддерживающий эквалайзер, таймер сна и другие полезности. Диктофон. Диктофон просто аудиозапись в красивом интерфейсе. Следующее. Калькулятор. Калькулятор с поддержкой тригонометрических функций. Очень нужная вещь для тригонометров. Следующие часы, будильник, секундомер, таймер. Одно приложение, объединяющее весь функционал, связанный со временем. Ну и в заключение. Резюмируя, можно сказать, что левый ОС несет в себе все необходимое для работы и не нуждается в кропотливой настройке. В то же время китайские разработчики добавили в нее несколько значимых доработок, которые делают Android еще более комфортной, особенно для владельцев аппаратов двух симочников. Со всем домашним ремонтом поможет... Со всем домашним ремонтом поможет...